Уважаемые стрелки! После случайного выстрела, произошедшего на нашей тренировке во время заряжания из пояса Луату или пояса Электрика, мы решили с вами поделиться этой информацией, дабы вы избежали последующих таких проблем во время соревнований и не заработали дисквалификацию. Итак, как это происходило и как это возможно? Касается именно пояса Шахида. Быстро повторить это вряд ли получится, но тем не менее, случайность не исключена. Значит, стрелок во время выполнения упражнения решил дозарядить свое оружие. В движении он его перевернул и во время зарядки сместил руку с шейки приклада в основание коробки. Дозарядив патроны, в момент переворачивания ружья большой палец попал в спусковую скобу и в момент скидки произошел случайный выстрел. Стрелок подал ружье вперед, не почувствовал то, что под большим пальцем находится спусковой крючок и сделал случайный выстрел, неконтролируемый. На соревнованиях это бесспорно приведет к дисквалификации. Сейчас попробуем показать это крупным планом, как это произошло. Повторюсь, виновником случайного выстрела может быть любой неработающий палец. Указательный палец у стрелков чувствителен, мы привыкли ощущать спусковой крючок под указательным пальцем, поэтому здесь проблем может не возникнуть. Но большой, безымянный и даже мизинец могут стать виновниками случайного выстрела. Итак, если делать зарядку неправильно и сместить руку под основание коробки, может произойти, особенно на высокой скорости, подобная ситуация. Правильное удержание ружья во время заряжания из пояса луату у шейки приклада. Перевернули, завели подмышку, есть, вскидываемся, проворачиваем фактически шейку кисти правой руки. Указательный палец находится над спусковым крючком, но вне спусковой скобы. Скидываемся, делаем выстрел. Будьте внимательны во время холощения, во время заряжания, на тренировках, на матчах и стрельбой вам без дисквалификации. Спасибо. Это сказал большой палец, а не средний. А, средний.